Гидравлический клапан Гидравлический клапан – это такое устройство, которое хорошо пропускает жидкость или газ в одном направлении и почти не пропускает в противоположном Обычные клапаны содержат в себе движущиеся детали Но в 1916 году Никола Тесла придумал и запатентовал конструкцию такого клапана, в котором нет подвижных частей Этот клапан состоит из центрального канала, к которому пристыкованы боковые каналы, разворачивающие поток назад Тесла рассуждал так В прямом направлении жидкость будет течь в основном по центральному каналу И ушки ей никак не помешают А при движении в противоположном направлении поток сначала разветвляется Затем струя жидкости из бокового канала вытекает навстречу потоку в центральном канале Тормозит его и отклоняет И это происходит много раз на каждой ступени клапана Для начала посмотрим, как работает клапан Теслы с помощью модели, сделанной в программе Алгуду Поставим два клапана, один в прямом, а другой в обратном направлении И запустим воду, чтобы она стекала вниз под действием силы тяжести Через прямой клапан вода уже течет, а через обратный еще нет Но посмотрим, что будет дальше Какая неожиданность! Жидкость из обеих емкостей вытекла практически одновременно Может быть все дело в том, что вода в компьютерной модели не настоящая? Давайте проведем эксперимент с настоящей водой Этот клапан отпечатан на 3D-принтере Посмотрим, за какое время вода стечет через клапан Теслы От первой до второй красной отметки Без клапана это стекание происходит за 15 секунд Когда клапан подключен в прямом направлении, время стекания составляет 26 секунд А при подключении в обратном направлении вода стекает за 22 секунды То есть не за большее, а за меньшее время Клапан работает, но совсем не так, как мы ожидали Да и вообще разница прямого и обратного времен весьма невелика Может быть этот клапан будет правильно работать не с водой, а с воздухом? Посмотрим, как он пропускает воздух, который выдувается из воздушного шарика Чтобы шарик всегда надувался до одного и того же объема, будем контролировать его размер с помощью калибра, сделанного из реек Без клапана шарик сдувается за 15 секунд Подсоединим клапан в прямом направлении Теперь шарик сдувается за 40 секунд А при обратном подключении шарик сдувается за 37 секунд На 3 секунды быстрее, чем при прямом подключении И вот получается, что наш клапан, построенный по указаниям Теслы, не проявил своих удивительных свойств ни с водой, ни с воздухом Может быть надо изменить конструкцию или условия эксперимента? Мы этого не знаем Сможете ли вы объяснить, в чем тут дело? Свои соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе Субтитры создавал DimaTorzok